И запустился. Ну как-то мой эфир запуститься не мог. Какой-то фон шалит. Всем привет, ребят. Я сегодня бахматер, как обычно. Привет-привет. Ребят, пока собираются, я хочу вам напомнить о том, что мы 22 числа, в понедельник, в закрытом клубе начинаем марафон. Это был марафон по свободе от еды. Поэтому, кто еще не присоединился, присоединяйтесь. Потому что там у ребят вообще крутые, крутые результаты. Крутые результаты, потому что в одном, когда в едином поле, то это очень круто, это очень здорово. Поэтому присоединяйтесь вообще, будем только рады. Чем больше народу, чем больше вопросов мы будем задавать друг другу, тем, конечно же, лучше. Трансляция у нас запустилась. На YouTube-канале кто? Привет, Шотландия. Ого, ничего себе. Класс. Классно. Ребят, я бы с вами хотела поговорить. Сегодняшняя тема эфира по онкологии. Это на сегодняшний день настолько распространенное заболевание, назовем его так, да? Потому что оно официально признано как заболевание, поэтому мы его так и будем называть. Официально признанное заболевание онкологии. Так уж получилось, что на сегодняшний день у меня очень много клиентов, именно что касаемо психологии, онкобольных. Ну вот какой-то такой пошел период, что на сегодняшний день прям их... Я веду несколько человек сейчас. И, наверное, могу, чтобы... Потому что кто-то будет смотреть, кто-то не решается, кто-то в своих каких-то мыслях. Я, наверное, все-таки решилась об этом рассказать, чтобы у других людей, у иных людей, кто столкнулся с этим, у кого родственники, может быть, родственники у кого-то. И кто-то, может быть, боится вынести свою проблему наружу, потому что есть и такое. Я, наверное, все-таки ее немножечко приоткрою. Я приоткрою со своего опыта, что происходит с ребятами у меня, когда мы на консультации. Когда на консультациях, когда я их введу... То есть это, конечно же, не разовая консультация, потому что разовая консультация, она, как правило, не даст того эффекта, не даст тех проработок. Потому что если человек на сегодняшний день не смог себя проработать, и у него закрепилась эта болезнь, это не просто так. Я, конечно, понимаю, что наша медицина, она с каждым годом иная. Я не буду ей давать оценку, хорошая, плохая, лучше она становится, хуже она становится. Я скажу просто, с каждым годом наша медицина становится иной. Но с каждым годом, по статистике, онкобольных становится все больше и больше. И, к сожалению, не всегда с хорошим исходом. И когда начинается излечение онкобольных, то, как правило, наша медицина, естественно, она опирается только на физику. Но мы с вами уже, наверное, все... Ярослав, что там такое? Ты не мешаешь такими своими выходками. У нас всем руководит наша голова. И когда мы начинаем лечить тело, то это либо временный эффект. Этот временный эффект может быть от нескольких недель, нескольких месяцев до нескольких лет. Либо вообще результата никакого не дает. Но это результата никакого не дает не потому, что у вас такая вот иная болезнь, не как у всех. А именно потому, что эту болезнь вызвали вы себе, для себя. Болезнь у нас идет с головы. И если мы будем прорабатывать только физику, только наше тело, излечивать наше тело, то это в любом случае, как ни крути, это будет временный эффект. Так, сейчас поставлю время, чтобы понимать, сколько у нас эфир идет. Когда находятся люди в этом состоянии, то есть мы же очень часто начинаем вспоминать о себе, когда у нас уже наше состояние, наше психологическое, психическое, либо физическое состояние уже требует иных внушений, иных проработок. Мы не думаем о себе, когда у нас идут первые звоночки. Мы не привыкли о них думать, нас воспитывали по-другому. Нас воспитывали так, что как бы ты мужчина, держись, плакать нельзя. Ты сильная женщина, сильная девочка. Это какая-то ерунда. Это не самое страшное в жизни. Мы будем решать вопросы, мы будем решать проблемы по мере их поступления. Не обращая внимания, что проблемы уже есть. Если они заговорили, значит это уже проблема. Ее нельзя откидывать на задний план. Ни в коем случае ее нельзя игнорировать. Если она уже случилась, если уже этот звоночек есть, то он не просто так. И об этом нужно задумываться, задумываться сразу. Но, к сожалению, у нас происходит все не так. И как же можно выровнять эту ситуацию? Как же можно по-иному эту ситуацию для себя решить? Конечно, я сейчас вам не скажу здесь волшебной палочки, потому что у каждого в голове какие-то свои моменты, для чего они легли в постель. То есть онкобольные, ну, по крайней мере, у меня на сегодняшний день несколько человек, с которыми, которых я веду, они лежачие. То есть уже в такой стадии, что уже лежачие. И здесь нужно очень четко задуматься. А вы себя уложили, либо вы себя довели до такого состояния, чтобы что? Это очень сложно, начинать отвечать себе на этот вопрос. То есть если вы в этом состоянии, значит, оно для вас для чего-то нужно. Это состояние нужно в первую очередь вам, непосредственно вам. Вы с этого состояния получаете какие-то свои бонусы. И вы их четко знаете. Но готовы вы их озвучить себе, либо они готовы, это уже другой вопрос, это уже другой момент. И если мы находимся в этом состоянии, то оно нам нужно именно сейчас. Мы к нему шли какое-то время. Нам наше тело давало звоночки, что нужно подожди, остановись, подумай, переосмысли, давай вернёмся, давай что-то сделаем. Но по различным причинам мы старались этого избежать. По различным причинам мы старались об этом не думать. И в результате кому-то нужно месяц, кому-то нужны года, чтобы слечь. И это касается на самом деле не только онкозаболевания. Это касается и ВИЧ, и других болезней. То есть это могут быть абсолютно различные болезни, которые вам нужны именно сейчас. Которые вы к себе призвали для чего-то. Это у нас у всех непростая... Мы все непростую жизнь прожили, да? И каждый думает, что ну как бы тот-то ладно, а вот я, а вот у меня в жизни-то что было. А я-то что пережила. Не дай Бог каждому. И для каждого своё существование... Я именно скажу существование, потому что редко кто научается жить, научается любить. Ярослав, поэтому наше существование, оно прожито нами и воспринимается нами обязательно не как что-то светлое. Вот вспомните, когда вы кому-то говорите, вот я столько пережил. Вы никогда никому не говорите, Боже мой, когда он говорит, что ты там, что ты пережил, что у тебя было. И вы в первую очередь начинаете вспоминать о тех моментах, когда с вами было что-то плохое, когда вы стойко вынесли какую-то ситуацию. И вы всегда думаете, что этой ситуацией я могу похвастаться как минимум перед самим собой. Вы никогда не хвастаетесь той ситуацией, когда вы увидели, насколько прекрасен мир. Вы никогда не хвастаетесь той ситуацией, когда вы были счастливы. Просто потому что светило солнце. Ярослав, не отвлекайся от создавающего. Просто потому что пошёл дождь. Просто потому что вам кто-то улыбнулся. Просто потому что вас обрызгала машина. Не кого-то. А вам досталось это прекрасное участь, чтобы вы пошли и переоделись, и сменили наряд. Никто. Кто-то будет целый день ходить в одном и том же. А вы пошли и переоделись, потому что вас обрызгала лужа. Вы когда-нибудь вспоминаете об этих моментах? У вас всегда фокус внимания на каких-то трудностях. У вас всегда фокус внимания на каких-то переживаниях. Своих переживаниях, которые никогда никого не касаются. Но вы всегда думаете, что «Ой, это вот оттуда. Вот этот вот. Я вот всегда вот это делал. Я всегда вот это несла. Я всегда вот этого добивался или добивалась. Всё было на моих плечах. Всё было под моим контролем. Всё было вот так-то». И вот эта целая тирада, она про трудности. Эта целая тирада про то, какой вы сильный человек. И представляете, когда вы чётко понимаете, что вы такой сильный человек, такой мужественный, такая мужественная, что вы столько пережили, что вы столько выстояли, что вы столько выстрадали. А тут раз, и никто, кроме вас, не замечает этого. Мне пока некогда. Не отвлекай меня. Не сейчас. Через час, да. Не сейчас. Не отвлекай меня, пожалуйста. Казалось. Пока нет. Мы с тобой потом поговорим на эту тему. Смелый. Ага. И человек, вы воспринимаете же, вы-то воспринимаете то, что с вами произошло, не головой. Вы воспринимаете то, что с вами произошло всей душой, всем сердцем. И для вас это прям, это ваша жизнь. Это неотъемливая часть вас. А кому вы рассказываете, это просто ваша история, никак не связанная с ним. Он при всём уважении к вам, он при всей любви и при всей чистоте к вам, он никогда не сможет прочувствовать то, что чувствуете вы. Он может вам подсочувствовать, он может вас пожалеть. Но он не сможет словить тех эмоций, которые испытывали вы. которые испытываете вы до сих пор. И когда вы чувствуете, когда вы понимаете, что вы, что-то рассказывая, что-то отдавая, отдавая часть себя этому человеку, говорите, а он не может принять ни потому, что он вас не любит. У него он другой, у него другое мировоззрение, у него другое чувствование себя, у него другое чувствование вас. Он вас чувствует по-иному. И что бы вы ни говорили, как бы вы ни пытались передать ему то, что у вас сейчас на душе, он может только почувствовать то, что у него сейчас на душе. И когда вы чувствуете, что у вас нет той отдачи, которую вы себе нарисовали, потому что вы себе только рисуете, как должен воспринять этот человек другой, иной, даже если вы думаете, что нет-нет, я ничего не ожидаю, я только рассказать, я только подсказать, я только помочь, я только там ещё что-то. Это неправда, вы сами себя обманываете. И когда вы чувствуете, что обратной той же вибрации, с той же силой вам не отдаётся, у вас начинает капсулироваться подсознательные тревоги, у вас начинает капсулироваться подсознательная ненужность, у вас начинает капсулироваться подсознательное непринятие. И это зависит даже не совсем от вас, это зависит от того рюкзачка, который вам передала мама. Это зависит от того рюкзачка, которое передала бабушка вашей маме. И вы его несёте. У вас другой модели поведения нет. И когда вы это в себе зажимаете неосознанно, в конце концов, эта пружина, которую вы всё время зажимаете, 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 она выстреливает. И выстреливает чаще всего в онкологические заболевания. Это чаще всего по статистике. А хотите, я вам открою секрет, почему по статистике чаще всего в онкологические заболеваниях? Потому что если вы это осознаете, проще всего лечиться онкологией. Возможно, это для кого-то открытие, но так оно и есть. Если вы правильно подойдете к самому себе, если вы правильно решите вопрос с самим собой, если вы правильно почувствуете себя, что вы вскрыли, что вы вскрыли, чтобы вскрыть, то только тогда вы начнете трансформировать свое тело, тогда тело начнет трансформироваться под вас, потому что вы – это не тело. Точно обидами, что тебя не любят, не ценят ни одной сплошной негатив ко всем. Да. И самое главное, ребят, я, может быть, вам скажу какое-то... что-то такое, что вам покажется очень странным. Ярик, либо ты убираешь звук – убрать. Я отвечу чуть позже на вопрос, умеешь спать. Хорошо, ребят? И как бы странно это ни было, если вы правильно подойдете к себе, если вы правильно начнете доставать те моменты, а их доставать не хочется, вы всегда будете искать. Если, к сожалению, самостоятельно достать эти моменты, ну, крайне сложно. Правда, крайне сложно. Это не потому, что я набиваю цену психологам, психоаналитикам. А это потому, что вы, когда начинаете в себе ковыряться, вы же до этого их не вытащили, эти вопросы наружу, да? Вы же их почему-то не вытащили. А кто сказал, что вы их вытащите сейчас? Кто сказал, что вы сейчас их заметите? Кто сказал, что вы пойдете именно тем путем? У вас же сейчас время очень ценное. У нас всегда оно ценное, на самом деле. Но в некоторых случаях у нас время решает все. И, наверное, чтобы вас как-то приободрить, я вам могу сказать, что на сегодняшний день у меня есть девочка, которая лежала, у которой очень сложные ситуации были. у нее сразу же одномоментно три раковые опыта, которые периодически с детства давали о себе знать. И сейчас она пошла. Она встала с постели, она пошла. Я уверена, что она скоро будет гулять уже, выходить из дома. И это есть. У меня есть мужчина, у которого, с которым мы тоже прорабатываем один из вопросов. И когда мы начали доставать, когда мы начали это все вытаскивать, почему ему удобно лежать в постели? Почему он хочет лежать в постели? Какие бонусы он получает из этого состояния? Первая реакция – я, какие бонусы? Да мне оно ничего не надо, да зачем мне? И когда вот это вот первое возмущение проходит, тогда начинает потихонечку вылезать. И когда это начинает вылезать, за ним разматывается огромный-огромный-огромный клубок. И как только мы его начинаем доставать и разматывать, как только он понимает, для чего ему это, только после этого он может трансформировать. А могу я то же самое, те же самые бонусы поймать не в этом состоянии, а в здоровом состоянии? И когда он начинает их трансформировать, болезнь чудесным образом уходит. Наши болезни все у нас в голове. Как бы это ни звучало банально, мы все об этом знаем, но никто не может от них избавиться. Ну никто – это, конечно, такой, опять же, некорректный, да, ответ. Многие. Многие мы не можем от них избавиться, потому что мы не хотим себе признаться, для чего они нам. Мы не хотим себе признаться, почему нам так удобно находиться в этом состоянии, почему нам так удобно находиться в этом положении. Это касается на самом деле не только болезни, это касается множества, множества, множества всего. и в клубе когда у нас начнется марафон я думаю 23 или 24 числа на 22 начала вот я сделаю эфир конкретно по онкологии грудной железы это очень актуально на сегодняшний день я знаю что у меня в клубе есть девочки которые с этим непосредственно столкнулись им нужно максимально этот клубочек из себя начать доставать и мы это обязательно сделаем могу сказать что рак если касаемо что если касаемо если мы говорим о раке да я могу сказать что рак яичников это обязательно ваша мама это обязательно отношения между вашей бабушкой вашей мамы это обязательно тот паттерн поведения который тянется по женской линии вот вы привыкли говорить карма да ну какая же это карма конечно если хотите можете называть это кармой это без разницы же как назвать нам же самый главный результат и вот этот паттерн поведения это карма это именно так модель поведения которая тянется от бабушки от прабабушки от прапрапрапрабабушки и на сегодняшний день вот это вот вся ступенька она решила каким-то образом зацепиться за вас и вылезти в вас потому что больше есть всему вот эти эти состояния они конечно они не могут тянуться без бесконечно они могут трансформироваться во что-то если вы их вытащите наружу и развернете то ваши 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 дети ваши дочери ваши сыновья они пойдут без этого без без этих испорченных телефончиков да вы остановите это на себе но если вы это просто начнете себя жалеть просто начнете искать традиционные способы может быть даже не традиционные способы даже не всегда отдавая себе отчет помогает или нет просто бывает что некоторые люди просто занимают себя этим постоянной постоянным излечением чтобы для самого себя как бы поставить галочку нет я выкарабкиваюсь я лечусь я без я делаю все возможно для того чтобы это прекратилось но это прекратится только через вашу голову тело само себя не заживляет если нет сигнала из головы если вы не проработаете эти моменты то тело оно будет просто это просто тело это ваша одежда это это тот ваш инструмент через который вы познаете мир познаете себя вы через голову и и вот если вы хотите себя свой свою одежду свой инструмент обратно в то состояние в котором которым вы можете пользоваться им это нужно через голову если у вас порвалась рубашка вы ее не повешаете на вешалку и не будете ждать стоять молиться на нее думать ой и когда же она сама себя зашьет вывозь это ваша рубашка вы возьмете иголку возьмете нитку и будете ее зашивать вы четко будете понимать для чего это вам и точно так же обстоят дела с нашим телом если вы будете думать что ой сейчас посмотрю вот я посмотрю вот на эти препараты на эти препараты схожу на химию и мое тело она будет лечиться самой по себе а голова то голова то останется на том же уровне восприятие-то она никуда у нас не денется как вы хотите поменять свою жизнь как вы хотите улучшить свое тело свое физическое состояние если вы его довели до такого состояния а потом думаете ну как бы ладно я пошел к если что-то там обращайся нет где вход там и выход если уж вы себе намотали если уж вы приняли эти паттерны поведения от своих мам бабушек от всей своей линии то будьте добры либо их тогда размотать либо их трансформировать либо их конвертировать либо тогда уже получаете тот результат какой есть это факт это факт ребят задавайте вопросы вот а по поводу того а вот говорите по-быстренькому да вроде нет давайте я вам перезвоню сейчас у меня эфир закончится я перезвоню скоро а сон поругался с другом родители еще как как не спать вопрос был как депривировать сон депривировать сон нужно только вы можете либо механически его депривировать толку от этого я не вижу никакого потому что когда вы механически его депривируете то вы просто максимум что вы можете достичь это какой-то дополнительной энергии на вторые сутки депривации если мы говорим о том что вы хотите словить именно состояние то это нужно во первых нужно понимать каким состоянием вы хотите прийти а здесь я могу прорекламировать только свой марафон по депривации сна потому что ребята это не каждый готов понять что такое депривация сна что это за ощущение действительно не каждый готов в это идти и одно из одно из вариантов это себя чем-то занять чем-то таким что вам очень нравится вот у меня на сегодняшний день две ночи я еще не доделала вот у меня вот высоко такое я рисую как только я закончу я вам покажу вот кому что кому для чего это нужно нужно в первую очередь определиться для чего вам нужна эта депривация если вы хотите депривировать ради депривации то ну не получится нужно четко знать для чего вам это нужно а чего можно добиться при онкологии каких результатов при онкологии можно добиться тех результатов когда вы придете к самому себе онкологии это крайняя мера когда вы готовы полностью познать себя других вариантов нет то есть вы от онкологии не избавитесь пока вы не размотаете все что в вас вот здесь вот закапсулировано все свои страхи все свои обиды все свои непонимания пока вы не вскроете вы не придете к самому себе когда вы придете к самому себе вы четко будете знать что вы хотите что вам приятно кто вы есть что вы любите я раньше всегда думала что я люблю только работать я очень много работала мне кажется, если бы можно было тогда если бы я знала что можно не спать я бы наверное не спала Я бы работала. Вот я сейчас понимаю, что мне хотелось с ней работать, мне хотелось получить галочку «молодец», что я так хорошо обеспечиваю семью, что у меня там семья живёт в таком доме, ездим мы все на таких машинах. Это не мои были желания, это мне нужна была галочка, что я молодец. А сейчас я вижу, что мне нравится заниматься вот этим. Мне нравится ездить на велосипеде. Мне нравится стоять на гвоздях. Узнала сегодня из школы автономов, что сначала надо убрать сон, потом на сухую голодать. И вообще сначала антипаразитарная программа, и декарис – это совсем и неплохо. Знаете, в чём наша с вами беда у многих? И моя была на каком-то этапе. Я была теоретиком. Я прежде чем что-то сделать, я очень… Ну, я мало была теоретиком, я бру… Нет, я всегда была практиком, может быть, поэтому у меня всё… Я начинала даже какое-то дело, я банкротилась, потом снова начинала, потому что мне нужно было больше почитать, больше поузнавать, но я всегда начинала делать. И, наверное, вся проблема людей, которые не практики, они вот узнают. Вот я узнала из школы автономов, что нужно это. А по себе вы как чувствуете? Что вам нужно? Вот я не знаю, из какой школы автономов вы узнали это. Вы, возможно, узнали чьё-то мнение. Что значит из школы автономов? Вы узнали чьё-то мнение, которое озвучили в школе автономов. Возможно. Вот в нашей школе, либо какая-то ещё из школы автономов. Я же не знаю, где вы это узнали. Но это же кто-то высказал своё мнение, как ему легко, как ему легче, наверное. А может быть, он пересказал чьё-то мнение, а вы сейчас пересказываете здесь чьё-то мнение. А вам как легче? У меня не получалось убрать сон, если я кушаю. Кушала. Но как бы это... Когда ты кушаешь, твой организм хочет... Ему нужно время, чтобы это всё переварить. Но максимум двое суток. Потом что ему делать? Ему нужно перезагружаться. Это не его функция. Столько трёхразовое питание. Переваривать. Красиво. Что такое дикарис? Я... Да, я бы тоже хотела знать, что такое дикарис. Депривация ради здоровья. Паразиты едят тело по ночам. Дикарис – таблетка против всех паразитов. Это классно, когда есть одна волшебная таблетка против всех паразитов. Сейчас кто-то пишет мне, что... А возможно ли выйти в автономию? Там вот у нас была тема через гипноз. Сейчас есть одна таблетка против всех паразитов. Ребят, вы запомните, пожалуйста, что паразиты... Паразиты, вы их не едите, чтобы они у вас там были. Вы едите, вы употребляете то, чтобы они там появились. Перестаньте употреблять то, чтобы они там появились. Им нечем будет питаться, и они от вас уйдут. Вы можете этим дикарисом, вот этой таблеткой всех паразитов, вы можете завтракать, обедать и ужинать. Но если вы будете потреблять именно те продукты, от чего они появились, то это будет бесполезно. Нельзя убирать уже следствие, нужно убирать причину. Понятно. Это как фуромкул вскрыть. Без этого никак. Ну да, да. Именно так и чувство. Александр такой там, Александр такой там озвучил. Не знаю, может быть, Александру заходит. Если ему это заходит, и паразитов убивать. Поймите, что такое автономия? Автономия – это принятие, это счастье, это любовь, это радость, это принятие. И нельзя прийти к какому-то принятию, нельзя прийти к какому-то миру с самим собой через войну. Невозможно. Война порождает войну. Борьба порождает борьбу. Если вы будете бороться с паразитами, со сном, с едой, у вас это будет бесконечная борьба. Отпустите. Заходите через любовь. Если вы хотите отпустить еду, это не должно быть из одного ограничения, из еды в ограничение не еды. Это глупо. Это должно быть, если вы кушаете, вы должны понять, для чего вам не кушать. И вы можете кушать через день, через неделю, через месяц, через год. Вот что значит свобода. Захотели через год – поели. Не захотели – не поели. Вот это свобода. Через познание себя, через любовь. Если вы не хотите спать, то вы не хотите спать, потому что вы не хотите. У вас есть другие эмоции. Вы хотите заняться чем-то другим. Я не могу от этого оторваться. Двое суток, но мне интересно. Я не знаю, сколько это у меня продлится. Я порисовала, постояла на гвоздях. Всё, я получила свой кайф, я получила свою разрядку во всех отношениях. Всё, я не могу заниматься. День наступил, я могу заниматься уже детьми, и их какими-то вопросами. Там, тренировки, свозить на дополнительные занятия, что-то там прибраться по дому, что-то поделать. Всё, я в процессе. Когда у меня появляется свободное время, а чаще всего это ночь, всё, я ухожу в себя. Мне сейчас это интересно. Если я буду бороться со сном, то сон подгадает обязательно, когда я слабее всего, и вырубит меня. Это будет очень страшно, если вы будете ехать, например, за рулём. Это будет не совсем красиво, когда вы будете сидеть в транспорте, например, ехать с работы, и там на кого-то просто слюну пустить. Не получится через борьбу. То же самое, вот эта борьба со своим организмом, выведение, постоянное выведение глистов. Я сыроед и малое сплю немного, но никогда не думала, что ночами нас едят. Вот если вы об этом думаете, то вас точно ночами едят. И хорошо, если они едят именно в тех местах, в которых вы им сказали. Если они прям всё правильно выгрызают, то почему бы и нет? Но так, ребят, к этому нельзя так. Как это случилось с вами? На каком этапе вы пришли к ни едению, ни спанию? Как муж реагирует? Мужа нет. Реагировать некому. А случилось, я же очень много рассказывала. У меня же очень много информации на моём канале есть. У меня это болезнь. Была болезнь, я была гормональной астматикой. У меня гормональная терапия была больше 30 лет. И мне врач уже сказал, что, говорит, Свет, ну месяца два и принимаем рак, потому что больше организм не выдержит столько гормонов принимать. Я просто элементарно всё разъезд. Ну, как рак появляется, мы, наверное, все прекрасно знаем. Ничего хорошего он не появляется. Поэтому я нашла вот такой способ для себя. Давайте ещё вопросы. А не спание, я к нему не пришла ни сразу же. То есть я вообще не понимала, для чего вылезать из постели, из тёплой постели, приятной. Спасибо, что делитесь, очень полезно. Спасибо, что задаёте вопросы. Мне очень приятно отвечать. Правда. И я не понимала, для чего нужно убирать сон. Это мне казалось, что это моё время, это моё удовольствие. Это когда я могу там, особенно после душа или после ванны, расслабиться и залезть, тем более, не знаю, там, свежезаправленная кровать, растянуться и просто там, я не знаю, там, почитать, там, не знаю, там, посмотреть что-то. Просто поспать и посмотреть приятные сны. Для чего нужно было это не спание? Я очень долго не могла понять. Пока у меня просто не получилась ситуация такая, что так получилось, что, когда я была без еды и без воды уже, ну, какие-то там сутки, у меня получилось так, что мне пришлось не спать пять суток. И когда на пятые сутки со мной случилось, как я тогда думала, что это волшебство, вот тогда я задумалась, и мне стало очень интересно. А до этого нет, я не могла понять, для чего это. Да, я тоже проснулась в три и лежу, не могу вылезти в холод из-под тёплого одеяльца. Да. Глупо, Светлана, всегда улыбайтесь, вам очень идёт, люблю. Спасибо, Глупо. Ребят, всё через практику. У меня нет теории, я не понимаю теорию, правда не понимаю, никогда её не понимала. Поэтому для меня вот эту вот теорию, что кто-то как-то сказал, какой рост и вес у вас? Вес не знаю, у меня нет весов. А рост метр пятьдесят восемь. Вес не знаю. Привет, Руслан. Поэтому всё практикуйте на себе. То есть, если бы мне кто-то сказал, что вот это вот хорошо, потому что, потому что. И, ну, меня очень, наверное, сложно зацепить. Хорошо, потому что, потому что, как бы, ну, не знаю. Но если меня что-то, наверное, припрёт, и я услышу, что что-то хорошее, то я обязательно буду пробовать через себя. По-другому у меня не получается. У меня не получается, что я кому-то поверила, а потом начала кому-то, через кого-то себе доказывать, что это действительно так, что я себе начинаю доказывать, нет, надо ещё посмотреть, надо ещё посмотреть. Я только через себя, только через свои практики. Именно поэтому я и делюсь, потому что я только через себя. Кожа так светится, понятно, что лампа на ощущение. Ребят, у меня, во-первых, здесь стоит фильтр, он световой. Вот, у меня здесь не сильно видно, какая кожа. А, во-вторых, что касаемо кожи, но она действительно немножко другая. У меня вот недавно с ребятами сидели как раз. У меня на третий раз уже как бы сходит, она периодически сходит. То есть нет такого вот как... То есть, когда ты не ешь, ты же не шоркаешься постоянно, ты не моешься каждый день с мочалкой. Вот, поэтому кожа, она бывает, что она прям... Как бы вот ты её начинаешь терять, и она вот сходит, сходит. И когда она сходит, под ней видно, что она такая вот розовая и без пор. Такое есть. Сколько раз ходите в туалет и ходите ли вообще? Ребят, у нас самый большой орган – это наша кожа, которая поглощает и запахи, и ту влагу, которая находится вокруг нас. И это понятно, это уже и научно доказано, что у нас через кожу, наш организм поглощает эту влажность. Поглощает влажность. Если, например, какая-то влажная погода, если идут дожди, если снег, то, конечно же, она поглощает больше, естественно, там уже и в туалет почаще бывает ходишь. Вот. Если где-то какая-то жара, то нет. Если ещё есть такой момент, я его уже заметила неоднократно, если, например, ты понервничал, я понервничала, потому что я тоже человек, и я бывает, что нервничаю. Если я понервничала, то моё тело как бы вот эту влагу, которая окружает, оно как бы впитывает через кожу. У тебя даже такой становится небольшой отёк, чтобы через эту влагу, которую он впитал, как бы вымыть вот этот вот весь негатив. Это я уже чётко отследила, поэтому если будете на суфих, тоже за собой замечайте. Если мало ли понервничали, ваш организм обязательно найдёт эту влагу. Так. Был ли страх потери веса при неедении? Так, смотрите, ребят, неедение и автономия – это разные вещи. Автономия – это автономия сознания. Когда вы переключаетесь уже на автономное сознание, оно может быть и на еде, и вне еды. Это другие процессы. И когда вы переключаетесь на автономное сознание, то у вас идёт не потеря веса, у вас идёт корректировка веса. Если мы говорим про неедение, как изначально это сухие дни, то, конечно, была потеря веса. У меня была потеря веса до 30 с копейками. Я не очень красиво выглядела. Прошла все стадии. Но не все ещё. Я живу в Нидерландах. Сыро всегда и влажность. Значит, даже лучше для кожи. Ну, да, вы почувствуете. То есть каждый же выбирает свой климат там, как ему нравится. Потому что, ребят, я же уже говорила, что наша кожа и наши зубы, они определяют вообще, в каких регионах нам лучше жить. Во-первых, у кого... У меня слегка... У меня как бы... Я не белокожая. У меня... Но я и не скажу, что я прям темнокожая. Хотя мне очень нравится темнокожая. Девушки, они просто огонь. Это говорит о том, что я, скорее всего, должна жить где-то в южных странах. Почему я сюда и переехала. Я кайфую от этого климата. Возможно, даже бы кайфовала, если бы ещё куда-нибудь потеплее бы переехала. Я об этом обязательно подумаю. Наши зубы, они тоже определяют, где мы должны жить. Жёлтая эмаль на зубах, она предрасположена для людей, которые живут в более холодных уголках страны. Географически, где более территориально, где более такой суровый климат, я бы сказала. Потому что жёлтая эмаль, она более плотная, она более толстая, и она менее уязвима. Именно для этого люди, которые с жёлтыми зубами, им проще находиться в холодных уголках земли. Потому что, когда на холод выходишь, и когда начинаешь там втягивать или разговаривать на воздухе, то бывает такое, что прямо чувствовали, наверное, что аж зубы ломит. Да, такое выражение. Вот. И когда эмаль жёлтая, то они более восприимчивы. Зубы с белой эмалью, вот у меня белая эмаль, у меня, ну, как у меня получается, стоматолог, не говорю, у меня, короче, то ли вторая, вторая, вторая линейка. То есть они белые считаются. Для естественных зубов они белые. И такие зубы, у них очень тонкая эмаль. Это говорит о том, что с такими зубами, как правило, люди жили давным-давно именно в тёплых странах, когда нет сильного перепада с зимы на лето, вот, когда более или менее ровный климат. Это тоже, как бы, общеизвестный факт, просто, просто есть такая информация. Я тоже на йоге лучше себя чувствую, а здесь тело постоянно сигналит боли. Да, это тело вам говорит, потому что вы, вы хотите другого, но себе придумываете миллион, миллион-миллион всяких разных поводов, почему вы не хотите, почему вы не можете жить на йоге. Я, поверьте мне, я сорок, сорок, я сорок лет себе придумывала, почему я не могу переехать на йог. Да. А потом взяла и переехала. Взяла детей, собаку и переехала. И очень счастлива, что я переехала. Возможно, дальше поеду еще куда-нибудь потеплее. Посмотрим, как сложится. Если есть вопросы, ребят, задавайте. У нас уже времени остается буквально 10 минут. Если кто-то успеет, то я отвечу на вопросы. Если нет, то я тогда буду заканчивать эфир. и присоединяйтесь к клубу, присоединяйтесь к марафонам, потому что у нас какого? 19 числа, по-моему, начинается. Поедешь в Португалию, да, Миша? Я уже так задумываюсь об этом. Так, вышла замуж за голландца, и мы переедем. И мы переедем, но не сразу. В общем-то, ясно, какова мотивация человека, таков и мотив. Мелодия, музыка. Да? Буду завтра пробовать чистый сухой день. Круто. Поехали на Бали, Светик. А на мой вопрос ответишь? Блин, Настюш, а ты мне... А, про воду. Про воду же ты сказала, да? Смотри, вода, она в коктейле в зелёном. Настя задала вопрос, если, говорит, я воду не пью, а зелёный коктейль, если я буду делать с водой, вода будет иметь другую структуру, потому что она была на марафоне, но она часто у меня на марафонах, потому что мы с ней совместно ведём марафоны, она там раскрывает тело у ребят, снимает этот панцирь, и она физическое тело раскрывает. То есть, если я с психикой работаю, она работает с физикой. Вот. И очень крутые результаты у ребят. Вот. И она спросила, если я не пью воду совсем, потому что у неё есть информация, что такое вода, и если эту воду добавлять в зелёные коктейли, она имеет другое свойство или нет? Настюш, вода свойства другие не имеет, но сам зелёный коктейль имеет и другие свойства. Поэтому там идёт совсем чуть-чуть воды, даже не парься за это, не делай туда акцент. Если этот коктейль заходит зелёный, то просто его пей. Просто не все любят зелёные коктейли. Я просто одно время жила на зелёных коктейлях, для меня это было такой божественный нектар почему-то, для меня это было прям очень вкусно. Сергей, Светочка, на пятые сухих времена не идёт сильная, чёткая пульсация выше пупка, как будто бы сердце опустилось. Благодарю. А у тебя и будет идти пульсация в области живота, в области пупка. У нас же там вообще целый реактор стоит. И, ребят, чем чаще вы будете на сухих днях, тем больше вы будете ощущать, когда вы будете прочувствовать своё тело, тем больше вы будете ощущать, что у вас именно в животе идёт пульсация, у вас в животе идёт такая пульсация, вибрация. Оно иное, состояние иное. Миш, не переживай, мы тоже до этого дойдём. Тоже обужаю зелёные коктейли. Да, мне кажется, что они крутые, тем более они по своим свойствам, они, конечно, очень классные. Вот, ребят, чтобы сохранить эфир, я тогда с вами буду прощаться. Пишите темы, я никак не могу записать рилы по поводу того, что 19-го числа, по-моему, 19-го числа стартует, но у меня в Топлинке есть, стартует марафон по депривации сна. Ребят, кто хочет узнать, что такое депривация, выше ПК находится центр воли. Возможно. Да, потому что ПУПОК это наше начало, наше всё. Вот, кто хочет пойти в практике на депривации, что такое депривация, то, пожалуйста, присоединяйтесь, пишите, жду каждое ваше выступление. Спасибо, спасибо большое. Первый раз присоединилась к вам, очень интересно, большое спасибо за добротующее, спасибо большое, присоединяйтесь. Всем спасибо, ребятки, всем спасибо за вопросы, выставлю в сторис сейчас флажку с вопросами, они будут действовать 24 часа. Пишите, какие вопросы интересуют, я вам отвечу, если какие-то будут прям совсем длинные, то я выведу это на эфир. Возможно, завтра, завтра, наверное, сделаем, завтра же среда, сделаем эфир в закрытом клубе ещё, пишите ещё там, какой эфир хотите. Вот. И, ребят, очень часто не успеваю отвечать на эти плашки, когда время проходит 24 часа. Вот эта сама первая плашка, она убирается, я не умею её доставать, я ещё тот пользователь. Вот, поэтому нужно успеть хотя бы за 23 часа успеть написать свой вопрос, чтобы я успела на него ответить. Всё, всех люблю, всех обнимаю, спасибо огромное, что были со мной, спасибо огромное, что задавали вопросы и жду вас снова на эфирах. А я отвечала, как бы, никак. Пока никак, пока меня это устраивает. Всё, всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok